Я Тютина Наталья Борисовна, меня зовут так. Я проживаю в этом доме. Вот год тому назад у нас произошла, можно сказать, такая вот трагедия, для нас трагедия. У нас обрушилась крыша в связи с тем, что было очень большое накопление снега, который не очищался всю зиму, и она у нас рухнула. Когда начался снеготаяние, вся вода потекла к нам в квартиру. Мы стали жаловаться в управляющую компанию, в прокуратуру, в жилищную инспекцию. Ну, уже я даже не могу вам перечислить, куда мы только не обращались. Мы пишем им, они пишут нам. То есть одна писанина идет, дел никаких нет. По сей день у нас вот такая картинка. У нас течет с потолка, падает у нас штукатурка. У нас сырость, у нас холод, у нас влага, у нас маленькие детки, трехлетние, которые постоянно болеют. Один заканчивает, другой начинает. Один заканчивает, да начинает. Потому что у нас все время сыро здесь. У нас сыро. И от соседней квартиры, от соседней квартиры, у нас вот очень большое, там очень большие разрушения. И поэтому у нас здесь все это, ну, чувствуем мы все это, плесень вот эту вот. А мы подавали в суд, ну, управляющую компанию, чтобы нам возместили ущерб вот этого разрушения и на ремонт крыши. Мы суд выиграли. Но, но управляющая компания ни одной копейки. Вот уже мы это выиграли осенью, осенью. Сейчас уже скоро весна. Вот мы ни одной копейки ни от кого не получили. Так что все вот у нас в замороженном виде. Мы писали в прокуратуру. Прокуратура пишет всем предписание. Предписание пишет, вот. Но результатов нет. Одни только предписание, одна только писанина. Ну, вот что я хочу сказать, что вот весь год, весь год на нас никто не обращает внимания. Ну, никто. Мы никому не нужны. Мы не защищены абсолютно никем. Вот наше правительство все время говорит, мы сейчас работаем на благо состояния нашего народа, чтобы нашему народу жилось хорошо, чтобы им было комфортно. Мы не видим этого. Я не вижу. Я вот, например, на своей семье этого не ощущаю. Вот. Поэтому мы в отчаянии. Сейчас, Надежда, вот последнее обращение, которое мы делаем, вот это вот, значит, сейчас. Если только не будет никакого воздействия и после этого, возможно, мы следующий шаг предпримем. Это соберемся все, соберемся детей, соберем детей и пойдем к нашему правительству и объявим там голодовку. Все.